Палата душ. Святой источник должен быть там. Красота! Путь в центр города пролегает через эти врата. Субтитры сделал DimaTorzok Только со времен Яматая. Ну кто в этот раз? Ну! Парни! Не заставляйте девушку ждать. О! Здрасте. Сразу случение? Ну хорошо, мам, выстрелили. Уверены, что мы нападем с холмов, так что не ожидают вашего появления с той стороны долины. Но должен вас предупредить. На вершине башни в сердце города нас ждет что-то неведомое. Что-то не из этого мира. Мы видели, как туда поднимались сотни солдат в доспехах, а потом с небес ударила молния. Кровь застыла у меня в жилах, когда я услышал этот звук. Словно взвыла целая армия призраков. Потом солдаты спустились с башни. Не знаю, что они там прячут, но вряд ли это драгоценности. Да, скорее какая-то божественная сущность. Вот и выполнили испытание. Испытание пройдено враг моего врага, мой сладкий товарищ. 150 тысяч кредитов. Можно их перевести в рубли, пожалуйста? Я как раз сегодня, ну я просто записываю все в один день, ходил сегодня по магазинам. Нашел несколько хороших ноутбуков по такой низкой цене. Но настолько низкой, что даже я не могу себе все равно ее позволить. Да, обидно конечно с нами, знаете. Но что поделаешь, а тут что у нас? Какая странная вещь. Здесь скифские элементы, но похоже на... Нет, не может быть. Скафандр? Подожди, ты хочешь сказать... Нет, я не отрицаю, что Натлу можно считать из классической Ларикрофт своего рода пришельцем, но... Давайте будем честны. Древние в классической Ларикрофт это все же те же самые создания, что жили именно на земле. То есть, да, Атлантиды, Атланты, они все-таки какие-то такие вот божественные существа, но они земные. А тут уже получается у нас что? НЛО будет? Хотя, в принципе, в классических ранних играх по Ларикрофт были намеки на НЛО. Технически... Возвращение к истокам, что ли, можно сказать? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так... Ммм... Что у нас еще? Давайте сразу пометим. Тот ведь... Ага... Я не хочу, чтобы было как в Сирии у нас. У нас больше не будет в Сирии. Никогда. Сирия. Мы заперлись в домах и завалили двери. Всадники приближаются, и я должен спасти тех, кто не может сражаться. Женщин, детей и стариков вроде меня. Воды и пищи припасенут вдоволь, но если бессмертные не справятся и начнется осада, мы все умрем. На этот случай у меня достаточно Беладонны, чтобы хотя бы дети ушли спокойно и без боли. Но я молюсь, чтобы до этого не дошло. Без боли? Да, Беладонна это яд, но это галлюциноген гребадый. Ушел, чтобы горло перерезал. Вот надо было быстрее. Беладонной травить. Бол... бол... болван. Мы заперлись. Серьезно? Это яд. Галлюциногенный. Между прочим. И... Ооо... Триремы. Слушайте, если так посмотреть... А у них тут, кстати, все было настроено и продовольствие, и все остальное. Слушайте, респект. Плохого ничего не скажу. Ну, в плане... Устройства, переустройства. За это респект тоже. Так, а тут зачем мы все забрали? Вроде что-то... Такое ощущение бы ты что-то расстроил. Ну, вроде все. Ну, задание выполнили, хорошо. Кстати, забавно, а почему вся армия-то по нашу душу не идет? Или их настолько быстро всех истребили за эти десятки лет? Что... В ларе просто остались крошки? Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Ну, мне кажется, сейчас лагерь будет перед нами. Ну, он обяз... Ну, он обязан... Ну, он обязан быть перед нами. На сексу еще выключу вотку. Взлом. Найдите способ взломать затерянный город Китиш. Попасть! Извинюсь. Ну, я нашел. Ну что? Прокатимся с ветерком? Ю-ху! Давай, Лар, вставай. Не в первый раз падаешь. О, добрый день, сэр. Извините, не знал, что вы здесь полегли все. Прошу прощения. Я случайно. Я чисто проходом. Волчий набор жизни-смерть. Заберите его на рынке. Эээ, спасибо. Красота. Упал на чью-то могилу ледяную. Все, тебе наборчик. Лара! Строица пробьет лед с минуты на минуту. Попробуйте их остановить. В лучшем случае выиграем для тебя время. До встречи на той стороне. Ну, ладно. Ну, ладно. Грибы. Здесь... Откуда здесь столько грибов? Пустите, пожалуйста. Палата душа. Святой источник должен быть там. Красота. Да. Путь в центр города пролегает через эти врата. Святая Сосапарель. И нам вот именно вон туда. Видите вот эту башню? Она самая высокая. Нам туда. Красота... О! Костерок. Грибы. Есть что еще в радиусе? О! Документ. И монгольский причем. Монголы добрались. Я потерпел неудачу. Мне не искупить грехи. Я омыл руки кровью, чтобы найти пророка и теперь бессилен. Атака обернулась осадой. И люди пророка сделали невообразимое. Направили орудия на ледники и погребли свой собственный город под лавиной. И монголы, и люди пророка погибли под снегом. Хан и его орда мертвы. Улицы Китежа усеяны трупами. В ледяном сердце города в живых остался лишь я. И армия бессмертных пророка рыщет по руинам в поисках выживших. А в их глазах горит дьявольский огонь. Так, стоп, вы хотите сказать? Подождите, то есть, получается, они не подчинялись Якову после получения бессмертия? А Кимик это хитрая тварь! Вот писти это! Стоп, подождите, ну я же ее убил. Значит, соответственно, она сейчас уже их не контролирует. Соответственно, все они должны были тоже подохнуть. Просто у меня сейчас мысль просекла в голове. Что, если они получили в тот момент бессмертия, когда Кимик уже была, конечно, мертва, но она могла контролировать хотя бы своих нематайских воинов. Тем самым, тем самым, она контролировала бы и Китежградских воинов. Подождите, тогда бы она Якова починила бояков, что все-таки тоже пил источник. В общем, какая-то фигня с этим источником. Видимо, кто-то что-то там натворил или какую-то груду подмешал. Уж не знаю, каким я ожидала увидеть бессмертное существо, но Яков такой... ...человечный. Сколько он, должно быть, повидал за эти годы? Эти знания и опыт просто сложно представить. И все же он лгал своим людям веками. Все ради того, чтобы сохранить тайну. Какие чудеса таит святой источник? Смогут ли люди наконец-то понять истинную сущность души? Или сделать невероятное научное открытие? Ясно одно. Троице он не должен достаться ни в коем случае. Однозначно. Полностью согласен. Полностью разделяю твой взгляд. Доступность очков навыков. Убийца-эксперт. Санитар. Быстро бинтовать раны. Столк пока в скорости особо нет. Стальные нервы. Пока толку нет. Естественный испытатель. Знаток дробовиков. Это полезно, потому что я буду прочесть слишком много потомов на все дело. Мастер изготовления трупов ловушек. Не нужно. Находчивый боец. Быстро изготовление метательного оружия и боеприпасного бега. Вот это берем. Мне нужно делать это очень быстро. Это реально сейчас нам нужно. Так. По поводу прокачки. Там обычный лод прокачивается. Нам и не к чему. Что-то проседает нечего в последнее время. Слишком... Аааа. Точно. Слишком много льда. Будет проседать немножко, ребят. Прошу прощения за это. Но это опять же к разговору о ноутбуках, ребят. Причем дешевый нашелся. Более дешевый, чем год назад, когда я смотрел и искал другие версии. Аккуратно. Крофт. Ох. 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 Так. Эта не возьму. Бессмертные патрулируют улицы. Нельзя попадаться им на глаза. То есть, это стелс. А там, кстати, греческий. Ох. Ох. Давай уже, слезай. Я почитаю. Так, ладно, живем. Давай-давай, есть, есть. Мимо, мимо, парни, мимо, мимо, мимо. Мимо, мимо, мимо. Вот так. И никто не идет. Ну я такой, вот, знаете, вот. Вот сейчас такое напряжение делал. О! По ком звонит колокол? Я знаю такое испытание. Знаю я одно такое испытание. Правда, в другой игре. О! Сейчас, в принципе, мы это все делаем быстренько. Ну, кстати, давайте сначала почитаем. Невероятно. Нарисовано, как будто в древности, но это же... Поезд. Появление красных. Поезд? Подождите, то есть... Эти метки уже были здесь? Стоп, стоп, стоп. За... Ну-ка, не смейте, не откладывайте. Давай. Ломаем здесь все. Реально. Будет неплохо. О, как проседает. Даже у меня проседает, ребят. Но у вас, наверное, будет получше, я думаю. У вас будет получше. Так что не думай, что будет какая-то проблематика в этом. Но... Почему мне кажется, что это колонна? Хулиганка, разрушьте все безголовые статуи в пятиже. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой, так и знал, что это испытание. Так. А что ты крутишь? Подождите, это для чего-то надо, видимо, крутить, так понимаю. Только чего я не пойму. О! Там есть что-то. Ага. То есть, вот так, что ли, это работает? Ну, ладно. А-а-а! Ясненько все теперь с вами. Все теперь с вами ясненько. Нам, как бы, конечно, туда. Но мы сегодня с вами... О! Тут есть доп. испытаний. Мы с вами здесь все поизучаем. Город реально очень большой. Главное, чтобы здесь мы никуда не провалились только. Найти бы карту с городскими локациями. И все сокровища, какие-то же наши. Реально я вам говорю. Мне дайте карту, и мы все найдем с вами. Вот все готово. Ладно, идемте пока вниз. Здесь еще проходы вниз сделаны. Проходы, заходы. А-а-а! Это... Ясно. Так, тут что у нас? О! О! Как вот... Так, давайте, помечайте мне здесь все, пожалуйста. Давайте вы... Прелести здесь не так много, честно говоря, как я ожидал. Но ладно. Так, ближайший находится в этом секторе к нам. Хотя нет, вот этот ближайший. Включить метку. Она как раз-таки в соседнем здании. Будет что-то добывать. Так, Ларыч, давай. Извиняюсь. Не тот патрон. О! Свинка, я тебя спасу! Нельзя допустить, чтобы... Кстати, забейте! Что тогда, что сейчас? Свинка опять везде. Свинка опять везде. И там свинка! А, они же бессмертные. Они же не едят больше ничего. Им это и не надо. У них с этим проблем больше нет. А, кстати, да. Я же там... Подрубил, срезал, все собрал. Здесь, наверное, должно валяться. Так, а где... А, вижу. Ну, за это спасибо, кстати. Мне чем нравится эта лак... Здесь лечили больных. Выжившие должно быть сильно страдали. О, ты не представляешь как. Так. Во. Если из Балтийского янтаря в глуши Сибири, однозначно знатный. Но знатность ей-то ничем не помогала, слов говоря. Так. В принципе, я могу, конечно, вот до этих добраться. До этого документа. И пройти там, рядом с гробницей испытаний. Одно другому не мешает. Надо убедиться, что здесь нас никто не патрулирует. Не будет беспокоить лишний раз. Так. Подождите, я правильно лезу? Нет, оно внизу где-то. Ну, ладно. Поверху пройдусь, а там определюсь. О. Я и колку, кстати, вижу задом. Вижу еще один. Но он на самом верху. О. А вот это я знаю, как поджигать. Нельзя поджигать. Но это, значит, или обидно. Так. Мне вот к чем вратам надо? А колокол вон там. Музыка запела, кстати, довольно громко сейчас, чем обычно. О. Так, ладно, подождите. Мне сориентироваться. Она сейчас буквально подо мной. Только как мне войти вовнутрь? Где здесь окна, где здесь двери? Что за дома без нормальной... Где, кстати, все патрули? Да, знаю, говорю себе назло, но все-таки реально, где они? Я ожидал куда большего. Моя винтовка всех выносит. И он не один. Обычно патрулить всегда по два человека. Значит, здесь рядом где-то еще один должен быть, как минимум. Вот и все. Так, а это... Дорога наверх. Как бы эта дорога в другую зону, мне нужно вон туда. Да нет, мне по-хорошему вообще надо бы вниз. Ясно. Вот, так безопаснее. Спокойно, Ларич. Нам нужно только забрать документ. Ни больше, ни меньше. О, монгол. Моим убежищем в этом ледяном аду стал подвал разрушенной башни. У меня было достаточно еды и оружия для того, чтобы выжить. Но кроме меня не спасся никто. День за днем я наблюдал за армией бессмертных, изучал их передвижения. Они никогда не меняли маршрут. Казалось, они были в плену сновидений. Свирепые, но безжизненные. Как будто все, что когда-то делало их людьми, исчезло. Как будто вместо души у них была холодная сталь. Мне следует быть осторожным, но я должен узнать о них больше. Если еретик смог сотворить такое с помощью источника, то какие свершения ждут праведника? Наверное, еще более худшие, мне кажется. Поэтому лучше как бы не искушать судьбу, как по мне. Так, давайте поищем дальше. Вот эти два документа, потом пойдем вот в этот сектор. Там как раз, видите, отсюда, отсюда, отсюда можно спокойно пройтись. О, тут еще пещера. Пещера с медведем. Заглянем к месту медведю. Если время будет. Хотя у нас, наверное, уже не хватит на сегодня время. Но потом на следующий этапе заглянем. Так. Давай уже, Лара. О, залезли куда надо. Так, она где-то вот, где она? Я вижу башню, кстати, да. Может, башня и осталась? Наверное, так оно... Да, оно в башне, оно в башне. Сначала... О! Копаточ, не переживай. С тобой мы в следующей серии поговорим. Он просто... Он просто... Он просто не готов. Он говорит, что он не одет. Нет, я его понимаю. Свинку я заберу. Лара! Ладно, пусть живем. Я что, злой, что ли, какой-то? Нет? Да я не собираюсь на тебя охотиться. Какой суицидный кабан попался мне. Меня вообще другое интересует. Давай наверх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, ладно. А можно ее сбить? Кстати, сшибать сосульки можно эти? Да я знаю про медведя, что он здесь есть. Мне-то какое дело? Экзотика, не экзотика. Я сразу толку от этого. Может, я здесь могу залезть спокойно? Давай, открывай мне работу. Реально могу. Серебряная ваза. Ей много пользовались. И она многое повидала, но на ней примитивное изображение пророка. Должно быть, они начали торговлю с другими народами. Ну да. С другой стороны, примитив. Стоп, 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 стоп. Что? Это возьму. Ну это низ. А еще есть верхняя метка. Правильно. Беги. Здесь залезать наверх мне надо. А, вот здесь мы, наверное. Да. Все. А ларчик просто открывался. Ну, почти. Мне тебе понять, куда надо двигаться. Ага. О, здрасте. Давай, отрезаем. Один остался, колокол. Он, скорее всего, где-то там, вдалеке будет, в другой части города. Должно быть, я в какой-то момент уснул. Здесь, во льдах, сложно уследить за временем. Но бессмертный не терял времени даром. Там, где совсем недавно была горстка пепла, лежало тело. Молочно-белая кожа делала его похожим на мертвую рыбу. Пока я наблюдал, мертвец вздохнул. Это был предсмертный хрип, наоборот. А потом он посмотрел на меня, и я его, наконец, узнал. Я уже убил его раз в бою. Он меня запомнил. Я убил его еще раз. Раздавил его череп до того, как он смог подняться, но его останки вновь воскламенились. Скоро он вновь восстанет. Не хочу быть рядом в этот момент. Холодный взгляд его мертвых глаз обещал мне ужасную участь. Надо уходить, иначе он так и будет воскресать, словно Феникс, пока однажды не исполнит свое намерение убить меня. Стоп, 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 стоп. То есть, слушай, у меня даже с ним мысли одинаково возникло Феникс. Стоп, стоп, стоп. О, они восстанавливают, восстают из пепла? Ферд, это нехорошо. Это очень нехорошо. Это плохо. Это плохо. Так, это... Дорога туда. Туда я пока не пойду. У нас сегодня еще очень много всего. То есть, в теории, те ребята сейчас должны бы воскреснуть. Я правильно понимаю? Какой у них кулдаун по воскрешению? У меня просто любопытно. Какой у них кулдаун? Наверное, большой, мне кажется. Не думаю, что буду делать короткий. Так, давайте смотреть, где мы с вами сбили все колокола, потому что надо добить. О, привет. Чего я тебя не забрал в прошлый раз? Так. Ну, у них кулдаун должен быть в теории большой. Я не думаю, что он будет маленький. Вот, по-моему, последний должен быть колокол в теории. Ну, посмотрим, насобираем все, узнаем и найдем. Мне почему-то кажется, что вот как только Лар здесь... Хорошо, что у них, кстати, нет раций у этих бессмертных. Это было бы забавно, конечно, что у них есть рации, но это было бы ни хрена не логично. Потому что... А то дело Яков, я понимаю. Ну, полный идиот. Кстати. Подожди, а почему ты не хочешь делать? У меня переизбыток, что ли? То есть ты делаешь только определенное количество патрошек? Ну, ладно. Я тогда пока с винтовка выхожу. Это он делает. Так, кстати, здесь же... О! Да ладно. И сколько здесь надо их? Восемь. Тут сразу столько испытаний. Походу, будем мы с вами испытаний походить. Уже в следующий раз. Но вот в этой зоне сразу несколько испытаний. Это, конечно, интересно. Мне кажется, это уже чисто нагромождение для получения доп-налков специализированных или их улучшенная прокачка. Ну, просто если так посудить, так оно и есть. Разве я не прав? Музыка запела. В ощущении, будто они рядом. А, они рядом. Давай, Лара, залезай-ка. О! Зря ты меня заметил, товарищ! Давай-давай! Вот тебе винтовочный патрош! Ну, давай! Кто кого! Эй, да ты Саб-Зиро, что ли? Саб-Зиро недоделанный. А что они наверху делают? Здесь быть вообще не должно? Теория, если что-то пошло. О, здрасте. Наконец-то мне удалось убить одного из бессмертных. Я следил за ним весь день, дожидаясь, когда он останется один. Он как будто почувствовал, когда я спустил тетиву, будто услышал ее звук. На его стороне была сила, на моей ум и вера. Моя стрела пронзила его тело, но он сражался до тех пор, пока я не попал ему между глаз. И даже после этого ему удалось ранить меня перед тем, как я проломил ему череп. Тело его охватили из-за кипломени, и он обратился в пепел прямо у меня на глазах. Прошли часы с момента его смерти, а пепел все еще тлел, потрескивая и искрясь в темноте. Не думаю, что на этом с ним покончено. Источник оказывает невероятное влияние на каждого, кто соприкоснется с ним. И я должен знать, что будет дальше. Слушайте, подождите, то есть они восстанавливаются из гробного пепла. Почему бы тогда просто не взять, не разделить этот пепел на части, не засыпать в урны и не запечатать их в разных частях горы? Тогда в теории они не воскресятся. Нет, они воскресут, да, кусками. И будут помирать. То есть такая вечная реинкарнация. Безработного. Бессмертного. Да. Что же, ребят, давайте на этом с вами сегодня закончим. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя трансляция прохождения. Лайк, комментарий, подписка на канал, дискорд, вк, днр, телеграм, ссылочка у себя в описании. С вами был Вескин, Амбрелла Тайчинг. До скорой встречи, всем пока. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok